26 мая по всей республике прошел первый единый государственный экзамен по трем предметам – химия, литература, география. Итоговая аттестация коснулась и каждого выпускника 11 классов города Каспийска. С самого утра ученики образовательных учреждений города уже запаслись главными атрибутами – гиревыми ручками, водой и шоколадками. Поступаю в Дагестанский государственный медицинский университет и хочу поступить на стоматолога. Я больше года готовился к химии особенно, потому что она у меня что-то хромает. И есть небольшие волнения, что какой-нибудь форс-мажор случится все-таки. Отметим, что управление образования города Каспийска совместно с руководителями школ города в течение года проводили семинары, лекции, собрания с родителями и учениками, где подробно объясняли, как правильно подготовиться к итоговой аттестации. Мы предупреждали о том, каким образом нужно подойти к экзамену, чтобы быть готовыми и чтобы не было вопросов к организации проведения экзамена по части нарушений. Это попытка пронести с собой запрещенные средства, как телефон, как шпаргалки, все, что с этим может быть связано. И вот настал самый волнительный момент. Фамилии Освочные ребята прошли по аудитории. И теперь они наедине со своими знаниями. То начало экзамены выпускникам провели инструктаж и рассказали об основных правилах и что грозит за их нарушения. Процедуру проведения экзамена за попытку проноса запрещенных предметов ребенок может быть удален прямо на этапе проведения через металлорамку, так как неоднократно были предупреждены как дети, так и родители, и их учителя о том, чтобы была проведена работа с детьми с тем, чтобы предотвратить эти нарушения. Кроме того, важно учитывать, что в период проведения экзамена во всех пунктах присутствует медицинская помощь в случае плохого самочувствия ученика. Продолжение следует... Продолжение следует...